Цирк с конями или почетная и редкая служба? На канале ТНТ выходит сериал «Конная полиция». Его главный герой, которого играет Артур Смольянинов, уверен, что работа кавалериста не сложнее, чем в парке аттракционов. Что ж такое конная полиция на самом деле, мы спросили у единственных в Свердловской области полицейских кавалеристов. Смешно и людям, и лошадям. Патрульные кавалеристы Вячеслав и Александр смотрят трейлер нового сериала о работе конной полиции. Посмотрев минутный ролик, стражи порядка выносят вердикт. Сходства с реальной работой немного, но есть. Последний момент, прям схожий с жизнью. Когда бывает лошадь побежит и прям об ветки по лицу бьет. Вот это прям жизненно. Сериал «Конная полиция» выйдет на экраны 8 октября. Канал ТНТ снял комедийную историю о том, как оперуполномоченный Сергей Волков в наказании за неподобающее поведение отправляется на перевоспитание в полк конной полиции. Но к новой службе опера относится несерьезно. Старший сержант Вячеслав Драницын уверяет, в этой службе все серьезнее некуда. Он, например, попав в конную полицию, полгода ходил пешком возле лошади, пока не освоил правила обращения с животным. Тем более, каждая из них со своим характером. Например, вороной шеребец граф Привереда неуверенного наездника сбросит. Ну все, ребят, пойдем по работе. «Конная полиция» круглосуточно патрулирует лесопарковые зоны Первоуральска. Всадники довольно мобильные, они передвигаются быстрее, чем пеший патруль. А если, например, где-то есть завалы, лошадь с легкостью их перескочит. «Был совершен разбой на улице Береговая. Как бы мы, благодаря нам, человека установили». Александра, как и героиня сериала, пришла сюда по зову сердца. С детства любит лошадей. В конной полиции уже больше 10 лет. Сейчас здесь несут службу пятеро полицейских и восемь лошадей. «Что должны делать все водители, когда видят зебру?» «Останавливается!» Этот эпизод сериала «Конная полиция» очень точно передает характер главного героя. Историю о том, как московский опер оказался на коне, будут смотреть всем отделам с 8 октября в 8 часов вечера. Но уже гадают, как долго полицейские продержатся в седле. Елена Стрелецкая, Светлана Вахмянина, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.